Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала, просто неравнодушные зрители. Вы сегодня сделали вопрос, Дима, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь про людей, которые, возможно, из твоего окружения или из вашего, возможно, окружения рассуждают примерно так, когда им говоришь, что действуй, дружище, у тебя все получится, ты молодец, ты справишься, это направление явно твое, так как вызывает интерес, так как мы видим, что ты сможешь быть эффективен в данном процессе, каком бы то ни было, неважно, спорт, возможно, работа, съемка видеороликов на YouTube, ведение Instagram, развитие Facebook, неважно, но здесь начинается, ты знаешь, нет, не сегодня, ты знаешь, нет, сегодня не мой день, давай перенесем. И вот сегодня мы сидели с одним моим знакомым, и он говорит, Диман, пять лет назад, помню этого чувака, то же самое говорил, да, надо заниматься, надо развиваться, надо что-то делать, и каждый божий раз на протяжении последующих лет всегда было что-то не так. Это на самом деле, ребята, ужасно, это на самом деле очень-очень стрёмно. И здесь теперь внимание, что я думаю по поводу таких людей, вы, наверное, скажете, ну вот, ты вот сейчас тут осуждаешь, сидишь, или говоришь из того разряда и той точки зрения, что вот они как бы слабаки или еще что-то, нет, почему слабаки? Не обязательно. Дело на самом деле не в слабости, дело на самом деле не в воле даже, и дело на самом деле не в том, что вот весь мир против них, они такие несчастные. Дело на самом деле в конечной цели и отсутствии желания. Нету желания, нету цели. Нет цели, нет желания. Человек просто ничего не хочет, потому что у него нету какой-то высшей цели. Когда нету цели, нету веры, когда нету веры, нету цели. Все очень просто, ребята. Поэтому, если вы сейчас сидите и гадаете, почему в вашей жизни что-то не получается, почему в вашей жизни все те обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь, против вас, вы на самом деле, мой вам совет, начните копать глубже, да? Все на самом деле там где-то в глубине. И в глубине кроется огромная тайна, которая на самом деле не такой уж и голубой океан. Все проще. Ты должен сначала ставить цель, потом ты почувствуешь желание, и после этого ты начнешь действовать. А не так, что у меня что-то денег в кармане мало, и карта пустая, да, кредитка вообще, голяк. Надо, слушай, идти и что-то делать. Ты что, дурачок, что ли? У тебя должна быть цель, какая-то высшая цель. Хочу себе машину. Вот один мой знакомый, я ему сказал вчера, то есть думай по-другому. Он говорит, я хочу себе купить, возможно, какую-нибудь шашлайку. Я говорю, зачем ты говоришь, хочу себе какую-нибудь шашлайку за 100 тысяч рублей? Скажи себе так, я себе хочу Toyota Camry. Он говорит, Toyota Camry переоцененная. Мне нравится Tiana. Я говорю, хорошо, скажи, я себе хочу Tiana. А лучше скажи сразу, я себе хочу Mercedes последней модели. И, возможно, будет у тебя Mercedes. Возможно, обстоятельства твоей жизни стянутся под таким углом и в такое ядро превратятся, что вот, вот он Mercedes. Вот он новый Mercedes. Вот тебе под спори, как заработать на этот Mercedes. Все. Вот так. Все просто. Поэтому, когда мне люди пачками пишут, в моей жизни получилось так, что я вышел сегодня со двора, и автобус не подъехал вовремя, я на собеседование опоздал, и в итоге, подходя уже к этому офис-центру, я решил развернуться и пойти. Вот сегодня было сообщение ко мне такое вот в ВКонтакте. Я говорю, дружище, что ты хочешь? Он говорит, я хочу денег. Я говорю, ты просто хочешь денег? Да. Я говорю, тебе не важно, как ты эти деньги будешь заработать? Нет. Я говорю, ну все, тогда хочешь денег, все, пиши мне 8, да, 916-756-1776. Дима, то есть все шестерки. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Я тебе расскажу, если ты хочешь, просто денег. Сейчас, кстати, очень хорошая тема швейцарская у меня есть. Вообще, это не реклама, ничего, ну просто мало ли. Человек хочет просто денег, да. Хорошо, ты хочешь образования, хочешь стать хорошим, образованным человеком. Это нормальное желание. Я вообще считаю, что в жизни всегда нужно развиваться. Нужно осваивать какие-то новые навыки. Нужно какие-то покорять вершины, высоты, да, и ставить для себя новые рубежи. Это же здорово. Поэтому, хоти этого. Ты задумай это как цель, да, и найдется и время, и желание, и деньги для осуществления этой цели. Все будет. Или, например, вот многие девушки говорят, я хочу себе, ну, парня, мужа впоследствии. Я говорю, какого ты хочешь мужа? И он начинается. Хочу, чтобы 300 тысяч зарабатывал. Хочу, чтобы был на внедорожнике на каком-нибудь. Хочу, чтобы хотя бы в год мы два раза ездили, ну, куда-нибудь там хотя бы по мелочи, Говорит, Турция, Египет, ну, раза два будет достаточно. Я говорю, слушай, ну, вот у тебя на самом деле здоровое, нормальное желание, да. Ты хочешь хорошего мужчину, обеспеченного, то есть, чтобы вот это, это. Я говорю, а что ты для этого делаешь? Вот. И там фотография, вот такая вот пачка, да. То есть, запомните, мужику жирным быть можно, ничего страшного. Если у него будут бабки, у него все будет заебись. А женщине? Нет. То есть, нужно стройной, красивой быть. То есть, ты встречают по одежке, да, провожают, естественно, по уму, поэтому приводи себя в форму. Ну, то есть, делай какие-то шаги для того, чтобы в последствии ты получил желаемый результат. Поэтому, ребята, на самом деле, да, если среди ваших друзей и знакомых, родственников есть такие люди, которые говорят, да вот надо сейчас действовать. Да вот надо бы пойти сменить работу, да вот надо бы поступить учиться, да вот надо бы пройти курсы переподготовки, да, повышение квалификации. Но все, да вот это надо бы откладывается. То моим советом посмотреть этот ролик, да, и сделать выводы. Если ты один из них, то я думаю, ты на меня не будешь обижаться, да. Я думаю, напиши в комментариях, что ты думаешь. Но в любом случае, друзья, я вам желаю всем не зарыть свою жизнь в песок, не свернуть с дороги нормального, здорового, счастливого человека. Потому что сейчас это очень и очень важно. То есть, многим людям туманят мозги всякими деньгами, вот этим капиталистическим, да, я ее называю махоркой, вот этой капиталистической махоркой, которая тебе вот так вот около носа крутят, деньги, деньги, ты должен купить то, ты должен купить все. То есть, пфу, потреблятство конченное. То есть, человек должен оставаться человеком, это прежде всего. Человек должен быть самодостаточный, образованный, состоятельный обязательно, ибо если у тебя нету средств, то ты не сможешь дать образование своим детям, ты не сможешь путешествовать, тем самым ты не сможешь видеть мир, тем самым ты будешь ограничен своим вот этой вот местностью, а большинство городов у нас нельзя никак иначе назвать, это местность, это даже не города, это какие-то локации, где просто живут люди. То есть, на самом деле, человек в комплексе должен развиваться, то есть, усовершенствоваться, становиться лучше, и только в том случае он, на мой взгляд, станет счастливым. Очень, ребятушки, душевные видео, я за вас, за всех переживаю, вас всех очень люблю, этот канал создан для вас. Никогда, ребята, в конце концов, не забывайте, что бизнесолог – это твой самый лучший друг на Ютубе. С таким слоганом я захожу, врываюсь просто в медиапространство, нас все больше и больше, то есть, каждый день канал увеличивается в огромной прогрессии на 20-30 человек в день. Поэтому для продвижения этого видео, да, поставь лайк, пронажимай, пожалуйста, колокольчики, потому что, возможно, я заметил, что их скручивают. Ну и напиши от души комментарий. Я надеюсь, ты на меня не обиделся, потому что обиды в сердце хранить нельзя, они очень и очень сильно влияют на твою жизнь. Давайте 100 лайков соберем, сделаю ролик про обиды, как я избежал их, как я переродился, и что сейчас на самом деле происходит со мной, почему у меня так прет энергия, я вам, возможно, в последующих роликах расскажу секрет. Давайте 100 лайков и ждем следующий выпуск. Все, друзья, я вас всех очень люблю, с вами был Дмитрий Бизнесолок, до скорых встреч, всем пока.